Это видео будет полезно офисным работникам, которые работают с очень большим количеством программ и не любят сворачивать окна по одному. Или тем, кто любит посмотреть фильм в рабочее время. По сути, идеальное решение это все свернуть одним нажатием. Самый простой вариант подойдет для пользователей Windows 10 или выше. За вас уже все придумали разработчики. Вам нужно нажать небольшой прямоугольник в правом нижнем углу экрана. Все открытые окна свернутся, а при повторном нажатии все вернется обратно. Также можно изменить немного настройки и сделать, чтобы при наведении отображался рабочий стол. То есть на вере на прямоугольник виден рабочий стол. Убрали мышку отображается активное окно. Но как по мне самый эффективный способ это сочетание клавиш. При быстрой реакции можно молниеносно сворачивать фильмец или игру. Собственно мои любимые сочетания клавиши это клавиша Win, она же флаг Windows расположенная обычно между левыми клавишами. Ctrl и Alt плюс буква D на клавиатуре. При их нажатии все свернется, если повторно нажать все вернется обратно. Как было? Вообще сочетание клавиш намного больше, просто нужно определиться какие сочетания более удобны вам. Вот, например, еще одно сочетание это та же кнопка Win плюс M. Также все свернет и при повторном нажатии должно вернуть все назад. Но у меня правда при повторном нажатии ничего не происходит. Еще одно удобное сочетание клавиш это Alt плюс Tab. Alt находится слева внизу клавиатуры, а Tab слева, четвертая кнопка снизу, сразу же над Caps Lock. Хотя в некоторых клавиатурах расположение может отличаться. По сути, это сочетание клавиш упрощает переход от одного окна к другому. Также может быстро скрыть следы офисных преступлений. Это, конечно же, не все сочетания клавиш, но их обычно достаточно для быстрого сворачивания окон или переключения между ними. Есть еще третий способ, как свернуть окна, который как по мне самый сложный и неудобный это написать небольшой выполняемый скрипт. Само собой вам писать ничего не нужно, достаточно скопировать скрипт в описании к видео. Нужно создать текстовый файл, желательно где-то его спрятать, куда редко кто заходит. Содержимое файла должен быть скрипт, скопируйте его. Главное ничего не добавляйте и не убирайте, иначе не сработает. Сохраните файл как текстовый или сразу пропишите ему расширение scf. Я сначала сохранил же в текстовый, а затем переименовал, так немного геморрней. Теперь при запуске этого скрипта все окна свернутся. Можно на него сделать рлык на рабочем столе или в панели задач. Этот способ будет удобен для пользователей старых операционных систем, так как в новых это уже и так сделали в виде прямоугольника, про который я рассказывал ранее в видео. Но как по мне самый простой и быстрый вариант сочетания клавиш. Если мое видео было вам полезным ставьте лайк и спасибо за просмотр.